Всем привет, друзья! На связи Гримоптимист, и я решил выложить этот видос на второй канал, потому что на основной канал такой выкладывать нельзя. Начнутся сразу же вайны дикие и так далее. И я хотел бы объяснить, почему вот именно вододелы больше всего ненавидят арту. И в частности я. Понимаете, наша позиция касательно игры, то есть наше её восприятие, оно отличается от восприятия обычными игроками. Я попытаюсь объяснить, в чём дело. Но вот что арта может сделать плохого обычному игроку, даже если он статист. Даже, ну, если он сильно дрочит на стату, там, набивает урон, процент побед, ну, понятно, она его может там продамажить, ваншотнуть, слить бой ему хороший потенциальный и так далее. Это, конечно же, всё вызывает горение, то есть вызывает дискомфорт, ненависть. Да, но это на самом деле всё далеко не так страшно, потому что, ну, что не получилось, и ладно, в принципе, чё, следующий бой там будет всё ок, может быть. То есть, ну, это довольно просто перетерпеть. Я просто сам через это проходил когда-то, да. Но когда ты делаешь видосы по игре, у тебя отношение к арте совершенно другое. Это вот та причина, по которой Паша Амвей в своё время, да, когда-то он относился довольно-таки спокойно на первых своих... Первые полгода, когда, может быть, год, когда он делал видосы, но со временем он стал ярым ненавистником арты, хотя за ним раньше такого не водилось. Тот же Муразор в первых видосах не испытывал какой-то ненависти к арте, но сейчас это тоже человек, который вообще ассоциируется, наверное, с артохейтерством, да. Ну, и такая ситуация, она касается практически всех вододелов, за исключением, может быть, вспышки, но про него я ничего говорить не буду, просто не буду, поверьте мне. Хотя есть что сказать. Значит, очень всё просто, ребята. Потому что у любого вододела задача в бою не просто, там, выиграть, не просто, там, набить урон, а в первую очередь у него задача показать хороший бой. Да, если это обычный вододел, который делает видосы по реплеям, ну, для него каждый реплей, это... для него вообще игра в игру, вот туда, World of Tanks, это работа. То есть это работа, которой приходится заниматься иногда, даже тогда, когда тебе этого не сильно хочется. То есть ты понимаешь то, что у тебя есть определённый график на канале, у тебя раз в такое-то время должны выходить видосы, тебе нужен хороший бой. И тебе нужно его сыграть. Причём, если ты делаешь видосы по реплеям, бой должен быть выдающийся. То есть тут действительно, да. И зачастую именно артиллерия мешает записать такой бой. Причём, ну, допустим, человек, вот, ну, вододел садится, да, там, я сажусь, да. Ну, я по реплеям редко делаю видосы, но тем не менее. То есть я там, ну, играю, там, один бой, два, три, четыре, пять, десять. И там потом случается вот такой классный бой, у меня там уже три тысячи урона, там, на каком-нибудь, там, седьмом уровне или восьмом. Я думаю, вот, попёрло, сейчас, короче, ещё накидаю. Будет тысячи четыре с половиной пять, и вполне, как бы, уже можно видос запилить. То есть хороший бой. И тут в тебя прилетает плюха на тысячу пятьсот. Ну, или там, ну, короче, тебя ваншотит она, или просто прошибает тебя на всё хп, и ты понимаешь то, что вот, вот ты работал там последние два часа, да, а это, ещё раз говорю, это работа. То есть, понимаете, создание видео по игре, это тоже работа. Если кто-то думает, что это очень легко, пусть попробует, то есть, пожалуйста. Просто пробует многие, и мало у кого получается. Вот, и ты понимаешь то, что просто два часа или, там, три часа работы на смарку, нужно всё заново записывать из-за того, что какой-то не очень хороший человек, он нажал одну кнопку. Он не обошёл тебя в скелет. То есть, понимаете, когда тебя кто-то разводит грамотно, да, там, ну, бывает, там, в клинике грамотно разбирает и так далее, ты понимаешь то, что, ну, скорее всего, там, твой противник, он достойный соперник, да. И то, что ты проиграл, это твой косяк, ну, по большому счёту, да. Не смог разобрать его один на один, слился, значит, ну, нечего показывать в этом бою, значит, ты сделал что-то неправильно. Но, когда тебе прилетает плюханца на полторы тысячи, просто из другого конца карты, и всё, то есть, ты понимаешь то, что тебе ещё предстоит несколько часов работы. Это дико бесит. С моей позиции, да, как вододелок, который делает видосы не по реплеям в основном, это, на самом деле, ещё жёстче. Потому что для меня каждый вот такой, каждый видос, это прямой эфир, то есть, я каждый раз его записываю, грубо говоря. Не всегда, когда я играю, я записываю, естественно, но я могу вот сесть, решить, что, так, надо сделать видос такой-то. Сажусь, играю, допустим, всё хорошо, там, первый бой всё классно, и во втором бою раз меня ваншотят в начале боя. Или в первом бою в конце боя меня ваншотят. И я понимаю то, что тоже, ну, уже вот всё, видос готов, то есть, всё хорошо, и вроде комментарии остроумные я записал, и вроде всё неплохо, и бой такой неплохой. И просто прилетает тебе плюх, и ты понимаешь то, что всё нужно начинать заново. Это может понять только человек, который делает видосы по игре. Простому игроку, то есть, ну, такому, как вы, это не понять, понимаете? И из-за этого такая вот волна непонимания, что вы вододелы гоните на рту. А знаете, что меня ещё больше всего бесит? Это бешеные бабки. То есть, точнее, рубрика-то мне нравится, я её сам создал, то есть, это моя, полностью моя идея, я её веду, да, на канале Вотфан. Ни для кого не секрет то, что я делаю это не бесплатно, мне платят деньги. Деньги, ну, не очень такие плохие, скажем так, то есть, вполне нормальные. И когда там, ну, суть там, три боя подряд. И когда у меня, там, в каком-нибудь втором бою, в начале боя ваншоте торта, горит, ребята, так, как вы себе представить не можете. Потому что записать бешеные бабки очень сложно. То есть, нужно подготовиться морально, то, сё, там нужно показать хорошие результаты. И когда, и ты, понимаете, ты не можешь просто перезаписать. То есть, у меня рубрика «Честная», я играю три боя подряд. То есть, ты понимаешь, что тебе нужно заново всё начинать, собраться, нужно ещё... Там ведь ещё у меня комментарии в лайфстиле. Ну, не всегда, но процентов 80 в лайфстиле. То есть, иногда я что-то дозаписываю потом на стадии монтажа, я об этом уже говорил, но... И это сложно, то есть, это реально требует очень большой концентрации. Я понимаю то, что просто полчаса работы, вот такой вот напряжённой работы на смарку, из-за того, что какая-то гнида нажала одну кнопку на своей мышке. Или в третьем бою, если такое случается. Я тоже не могу выложить, понимаете? То есть, ну, за редким исключением, понимаете, я не могу выложить бой, в котором я нанёс там 0 урона. Такое бывает иногда. Ну, у всех из вас такое бывает. И всё заново нужно записывать. И ты понимаешь то, что просто тебе опять работать, из-за того, что один человек просто решил выстрелить именно по тебе. Больше всего горит только, когда союзная артиллерия тебе присылает на фулл-хп. Вот такое у меня тоже было за всю историю этой передачи, именно в рамках передачи, а не вообще игры. Было несколько раз. Это просто... Хочется просто, я не знаю, разорвать его на части этого человека, вот серьёзно. Я ничего в чат не пишу обычно, потому что я с пресс-аккаунта играю. Могут быть проблемы, это со своего я могу там нахер кого-нибудь послать и, ну, максимум забанить на чат. Ну, ещё. С пресс-аккаунта так делать нельзя. И это выбешивает. Конечно, бесит не только артиллерия. То есть, бывает, союзники начинают тебе в спину свои настреливать. Случайно кто-то может там... У меня вот был бой, где СУ-152 мне в корму свой заслал фугасом с пробитием на тысячу. Всё. То есть, ну, всё, это нельзя показывать, понимаете. То есть, там, минут 40 работы именно вот в процессе записи на смарку. Да, то есть, всё нужно заново записывать. А, понимаете, когда я записываю бешеные папки, я стараюсь много раз подряд не писать. То есть, если что-то не получилось с первого или второго дубля, я больше не записываю в этот день. Потому что, во-первых, ты забываешь, что ты сказал, что нет, начинаешь повторяться, начинает тебе казаться, что ты это уже говорил, получается полное говно. Вот. А формат моей передачи, он максимально честный. То есть, он именно вот комментарий в лайв-формате. То есть, я играю и говорю. Вот. И когда ты, там, записываешь третий дубль подряд, ты уже начинаешь путаться. Потому что тебе кажется, что ты уже говорил, а в этом ты дубль говорил это или не в этом. А вот тут что-то, в общем, получается каша полнейшая. Поэтому, вот, наверное, так как я ненавижу арту, больше её никто ненавидит. Вот, серьёзно. У меня иногда такое впечатление сталкивается. Потому что в таком формате, как я, практически никто больше не работает. Вот. Ну, я знаю, почему не работает. Потому что это сложно. Вот. Именно сложно не с точки зрения, что ты очень долго работаешь. А то, что ты работаешь, пусть и не долго, но очень напряжённо. Максимально собрано. И такие вот моменты, когда, говорю, там, тебе что-то мешает, артиллерия своя, чужая, или союзники тупые какие-нибудь, да, там, это дико бомбит. Но больше всего бомбит от арты. Вот. По моим ощущениям. То есть, процентов, наверное, 70, вот, ботхёрт, вот таких вот, и сливов передачи. То есть, когда мне пришлось всё перезаписывать, переносить на другой день запись, процентов 70 происходит из-за артиллерии. Вот. И теперь представьте. А ещё раз говорю, это моя работа, я за это деньги зарабатываю. Представьте, что на работе, вот, вы работаете, да, вы делаете какой-то проект, там, начальству, да, ну, там, делаете, да. И вдруг приходит человек и нажимает кнопку на вашем системном блоке. У вас всё, у вас компьютер выключается, вы ничего не успели сохранить. Или электричество из розетки выдёргивает шнур. Вот примерно такое же отношение получается. То есть, я воспринимаю артоводов уже не как какой-то класс игроков, а именно как людей, которые портят мне мою работу. И ещё раз представьте, говорю, вот, разница, когда вы просто играете в игру и вас, там, убили, да. Или вот, когда вы сидите на работе, говорю, там, чертите какой-то проект, да, и кто-то подходит и вырергивает шнур из компьютера из розетки. От чего у вас больше будет бомбить? Ну, я подозреваю, что, наверное, от второго. Вот и у меня точно так же. Вот я знаю, что, говорю, на основной канал такой выкладывать нельзя. Я рассказал как есть просто сейчас. У меня просто вот буквально только что был случай, да, вот, записывал видос, и сначала мне союзный этот какой-то гандон прислал на 400 в корму косой, да. Потом мне ещё и арта вражеская приласкала, и всё пришлось перезаписывать заново. Потому что, ну, всё, то есть, там, ничего не получилось. И всё вот из-за двух дебилов. Один, потому что он целится херолу, а второй, потому что он решил поиграть на арте, и пришлось всё заново переделывать. Вот, и от этого, ребята, дико бомбит просто. К сожалению, вот, наверное, большинство из вас не понять. Особенно тем, кто никогда в жизни не работал, нигде ещё школьнику, там, какому-то, или студенту, может быть. Ну, вот студенту, наверное, проще понять. Представьте, вы курсач делаете, да, там, несколько часов, и кто-то подходит и просто рвёт ваш ватман, там, да, с чертежом, там, я не знаю, и так далее. Вот примерно такие же ощущения возникают. Вот. Не знаю вообще, зачем я всё это рассказывал, просто вот захотелось поделиться, чтобы попытаться вот объяснить, почему такая ситуация. И многие, и почти все вододелы с этим сталкиваются, что артоводы вредят не их игре, не их удовольствие от игры, а в том числе вредят их работе. Вот, и поэтому такая вот повальная просто арта-хейтерство сейчас. Ну, и я не знаю ни одного вододелок, кроме вспышки, который бы лояльно относился к артиллере. То есть, как правило, отношения, ну, либо резко отрицательные, как у меня, как у МВ, как у Муразора, как у Ангелоса, либо оно нейтрально отрицательное. То есть, как у всех топовых игроков, например, там, у всяких страйков, Аймиго, там, и так далее. Ну, вот у всех этих ребят, как бы, киберспортсменов, у них отношение к арте такое вот, ну, как я не знаю, ну, такое нейтральное отрицательное. То есть, опять арта, да, да, да. То есть, у них не бомбит просто, ну, не знаю почему, может, они просто не показывают это. Хотя у страйка, кстати, бомбит периодически. Вот такие дела. Вот рассказал реально вот ситуацию, как она есть. На этом, в принципе, все, наверное. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем большое спасибо за внимание. Всем до скорого. Всем пока.